привет дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у аленушки тема сегодняшнего видео будет о вредителях мошки на растениях на рассаде на черенках на комнатных растениях как от этого избавиться и от чего не бывает об этом мы сегодня поговорим вот такая красота растений приносят нам конечно только радость черенки наши укоренились пошли в рост распекированы по стаканчикам но среди такой красоты мы можем наблюдать как летающим нож мошки ползающие по грунту черную мошки конечно это не только раздражает но и портит наше растение от мошек нужно обязательно избавляться от чего же они появляются я сталкивалась в этом сезоне который прошел с мошки были но нашла несколько методов как избавиться от них чего не бывают сделала свои выводы чаще всего мошки появляются когда растения растут или пересажены или высеяны в некачественный грунт может быть такое что приобретая в грунт в магазине в нем уже могут быть даже личинки насекомых также причина очень распространенная если в грунт который мы готовим для пересадки либо перевалки растений с добавлением перегноя то есть органика она конечно же полезна для растения но не стоит добавлять ее слишком много поэтому когда делаете свой грунт не переусердствуйте и не добавляете много сильно органики потому что это любимое лакомство таких насекомых также когда такая главная как и считаю даже причина это от чего они далее начинают распространяться начинают увеличиваться количестве мошек это главная причина переувлажнения влага это любимая среда опитания насекомых все цветы нужно поливать осторожно чтобы не устраивать в горшке болота выбрать золотую середину конечно не сильно ее их то есть грунт этот не сильно пересушивать и не сильно переувлажнять можно для начала как бороться может для начала сменить грунт если конечно вы наблюдаете что грунт которым растут наши растения атакуют с множеством по количеству мошек то конечно желательно наше растение заменить другой грунт если такая возможность есть если такой возможности нет и вы не хотите то есть растение пересажено не хотите уже грунт менять какой есть такой есть то к нам придут на помощь жидкие инстектициды и не только жидкие продаются они и в гранулированном виде я применяю либо октара либо фитоверм либо молния октара нет я ее использовала правда пакетик не могу на примере вам показать но вот такие средства есть это фитоверм молния молния хорошо помогала вот последний раз я образ обрабатывала черенки помогла обработала черенки хризантемы поэтому я применяю такие препараты бывают как инстектициды их можно приобрести в любом магазине для сада лечение конечно желательно провести неоднократно а повторить обработку повторные дни через 5-6 после первой обработки если мошек немного то можно использовать около растений повесить обычную липкую ленту в прошлом сезоне я применяла ее и вы знаете очень хорошо на нее они налипают и тем самым нам это больше большим большим плюсом при более сильном нашествии используют обычный дифлофос ну вот такой или раптор 1 от насекомых вот такой вставляется в розетку я точно также использую тоже если вижу что более их в большем количестве аэрозолью обрабатываю и подоконник и цветки и грунт сверху можно также использовать и народные средства одно из таких как бы народных средств это конечно хозяйственное мыло на шатырный спирт и так далее но я использую все точно магазине купила еще вот такое натуральное экологическое зеленое мыло развожу вместе с водой и обрабатываю черенки но лучше всего конечно профилактика ведь легче все же предотвратить появление мочи чем от них потом избавляться нужно во первых сразу да у нас осень и осенью бывают наши растения когда мы замечаем такие как колиус и пиларгонии да и питоне черенки что нижние листья опадают ни в коем случае не оставляйте нижние листья на грунте это только будет приманивать наших вредителей наших мушек когда листва будет при поливе опавшие ства будет перегнивать то есть этого делать нельзя убираем обязательно порядке опавшую листву с грунта где развиваются наши растения поливать умеренно и только при необходимости обрабатывать почву очень хорошо моргацовкой перед посадкой не забываем рыхлить верхний слой грунта тем самым мы будем если даже сделали немножечко какой-то перелив надо просушить в первую очередь грунт а как там его просушить конечно надо порыхлить и тогда грунт просохнет быстрее и наши вредители не будут так распространяться если соблюдать все эти правила то мошки никогда не появится на наших растениях вот таком друзья видео сняла вам показала обзор своих как раз растюшек черенков колиуса пиларгонии и питунь и которые у меня укоренились уже пересажены стаканчики объемом 05 и вот такие у меня растюшки но такая проблема как мошки на рассаде я думаю такая проблема знакомим многим-многим садоводам и цветоводам кто выращивает особенно в доме в квартире растения либо это рассадным способом растения либо это при помощи черенков то есть вредители конечно атакуют наши нашу красоту но есть все таки много средств которые помогут нам этой проблеме ну вот и все друзья понравилось видео ставьте вам ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить дальнейшие мои видео кликайте под видео на колокольчик вам желаю здоровья удачи хороших крепких здоровых растений и до новых встреч пока пока до новых встреч пока